Жители Муромского района стали рекордсменами по потреблению мобильного интернета. Они качают в полтора раза больше трафика, чем владимирцы. Какие вопросы решают муромляне с помощью современных технологий, расскажем в нашем сюжете. Еще недавно о качественной мобильной связи жители нашего района могли только мечтать. В некоторых деревнях покрытия совсем не было, а где-то позвонить было можно, но лишь держать телефон на вытянутой руке, чтобы хоть как-то поймать сеть, помог решить ситуацию российский оператор «Теле-2». В конце прошлого года компания «Теле-2» существенно модернизировала покрытие Владимирской области. В рамках реализации проекта устранения цифрового неравенства, который мы выполняем совместно с «Паурус Телеком», удалось построить базовые станции даже в самых удаленных и маленьких населенных пунктах сельской местности. Кстати, высокое качество связи стало доступно и в Муромском, и в соседнем Меленковском районе, где дополнительно построили новые базовые станции сразу в двух малых селах – Коровино и Ваютино. Любопытно, что жители этих сел почти сразу стали рекордсменами по потреблению интернета. За полгода они скачали почти 250 терабайт трафика. Для примера этого хватило бы на 300 тысяч просмотров фильма «Любовь и голуби». Что важно, среди постоянных пользователей интернета не только молодежь, но и люди старшего возраста. С помощью интернета, что у нас поставили недавно в селе, смотрим погоду, новости. Смотреть фильмы, игры скачивать, детям там что-то помогать, подсказывать, там поделки какие-то делать. По данным Теледва, муромляне в полтора раза активнее владимирцев пользуются мобильным интернетом. Объясняется это просто. В крупных городах у жителей больше технологичных возможностей. Тогда как в районах именно Теледва порой становится единственным проводником сеть. Приятно, что оператор заботится о жителях и строит базовые станции в тех местах, где это нужно людям. А поделиться красивыми фотографиями со своими друзьями и родственниками с помощью мобильного интернета теперь можно из такого отдаленного села, как Ваютино. Вадим Уколов, Артём Корнилов. Наши новости. Продолжение следует...